Я все время пытаюсь находить различные примеры систем, в которых существует несколько видов денег, полностью несоизмеримых друг к другу, то есть неконвертируемых хоть. Как ни странно, такую систему мы находим в прошлом Советского Союза, она сформировалась где-то в 20-30-х годах XX века, и именно этой экономической системе, как ни странно, Россия обязана, то есть Советский Союз обязан своим невиданным экономическим ростом в то время. Ну что значит невиданное? Вот так называемый ОСР, это страны, которые входили в план Маршала после Второй мировой войны, то есть это Западная Европа, сейчас туда входит и Восточная Европа, типа Польши с года так 1986. Если брать в 2013 году, то Россия на душу населения, в среднем от этих стран отставала где-то в четыре раза, в 25, то есть ВВП на душу населения. Если взять в 1970 год, то Россия отставала уже всего лишь в два раза. То есть она за достаточно короткий срок очень сильно ухитрялась наверстать собственное отставание. Ну могут сказать, ну все было так, да не все было так, потому что вот Латинская Америка, по сравнению с ним те же 25% на 2013 год, в 1970 года 28%. Мы видим, что и Латинская Америка догоняла страны Европы, но очень слабо, но чуть-чуть. А вот интересная Азия, про которую тогда так хвалили, у нее было 13%. После этого, не сейчас, а к 1970 году, это было 18%. Мы видим, что на этом фоне российские успехи экономические, они удивительны, конечно. Если бы это было не так, никогда бы не удалось выиграть Вторую мировую войну. Вот. В чем, как и в чем здесь причины основывало? Всегда очень сложно пытаться отличить действительную суть происходящих процессов, экономических, политических каких-то, от их идеологической интерпретации и настроения. На самом деле, базовая экономическая теория, она говорит следующим образом. Экономика растет, потому что у нас существует платежеспособный спрос. Люди ходят в магазины, люди что-то покупают, производители эти товары начинают производить, и таким образом растет экономика. Мы, если возьмем Россию 2013 года, мы понимаем, что в ней вот этот рыночный сегмент был очень невелик. Ну, 85% населения жила, безусловно, в деревне. Подавляющее большинство находилось, по сути, в ситуации по сути, в ситуации натурального хозяйства. Только 5% хозяйств продавали зерно, скажем, на продажу. А все остальные даже не нужно было их покупать и так далее. Поэтому, конечно, можно было идти нормальным последовательным путем, тихонечко раскручивать потребительский спрос. После потребительского спроса начало расти производство потребительских товаров. После производства потребительских товаров начало расти тяжелое машиностроение и так далее. Это было медленное, неспешное развитие. По всей видимости, мы бы показали то же самое, что на протеке такого же экономического развития показала Латинская Америка. А именно на 60 лет наше отставание от Европы сократилось бы всевышно значительно. Тем не менее, произошло нечто совершенно удивительное и феноменальное. Вообще, когда обращаешь внимание на ту эпоху, ты понимаешь, что это практически было время Титана. Я хочу сказать, что во многом это развитие обязано тем, что у нас были в стране введены двойные деньги. Первые деньги – это были наличные деньги. Вторые деньги – это были, по сути, тот же самый зачетный чек, существовавший чисто для промышленности. Что это значит опять такое? Это означает, что когда у тебя работает промышленное предприятие, оно потребляет какие-то ресурсы. Ты как эти ресурсы должен учитывать? А тем, что ты его пересчитываешь благодаря некой универсальной валюты. В качестве такой некой универсальной валюты была, безусловно, обеззнанена рубль тогдашняя. Вместе с этим у тебя есть наличное существование экономики, где за труд людям дают те же самые рубли, на которые обслуживают они потребительский рынок. Таким образом, на основании двух видов денег у нас сформировалось два контура денежного обращения. Так называемые, да? Нифига себе, это так написано, чтобы не стереть засор во всему. Вот, два контура денежного обращения. Первый – это промышленный контур. Второй – это контур потребительского обращения. О чем здесь говорить? Что в сталинские годы, вот у нас производство потребительских товаров от общей экономики вставляло в районе 27-28%. В моменту краха СССР оно было 24-25%, то есть было еще меньше. Вот у нас два этих контура были. Ясно, что в этом контуре экономика должна была предприятиям рассчитывать за приведенные и поставленные продукты каким образом? Ну, тем, что используются вот эти самые безнальные рубли. А здесь был нальный рубль. И ни в коем случае вот с этих денег нельзя было перебрасывать деньги вот сюда. Да? Это были принципиально разные деньги. Принципиально разные деньги. И очень важно понимать, что экономика вот этого большого промышленного пояса, она ни в коем случае не была ориентирована на получение прибыли. А почему? А потому что получение прибыли предполагает, что ты не можешь быть монополистом на рынке. Для того, чтобы ты не был монополистом на рынке, да? Ну, потому что тогда, вы понимаете, да, если ты будешь монополистом на рынке, то ты, если ты ориентируем, у тебя главная цель получения прибыли, то ты максимализируешь свою прибыль. За счет кого? За счет всех остальных. Здесь было все прямо наоборот. У тебя критериев было много, уже в году к 60-м было было 40 штук, ну, в том числе, инновации, воспроизводительности труда и так далее. Но прибыль была всего лишь одним из компонентов, и как раз очень незначительным, развития промышленного предприятия. Вот. Это очень интересно. То есть все эти гиганты советского промышленности, типа не прогресс или что-то, они рассчитываются между собой, рассчитываются при помощи вот этого самого безнального рубля, но этот безнальный рубль ни в коем случае не мог быть конвертирован в наличный рубль и сюда перейти. Вообще для Сталинской России эта ситуация типична, когда у нас существует несколько видов несоизмеримых между собой денег. Так называемые трудодни – это, безусловно, еще одни деньги, это локальные сельскохозяйственные деньги, действующие в каком-то колхозе. Ясно, что человек, работающий колхозом, получал трудодни, и их очень было сложно конвертировать на нормальные деньги, на те самые потребительские. Поэтому цены на рынке в тот момент были всегда ниже, чем цены в магазинах в Сталинской эпохе. А поскольку эта промышленность работала без прибыли, была типичная и другая ситуация, когда ты внедрял более производительный станок, что-либо еще, и тогда цены снижались. Было время, что и цены снижали. Да, вот было такое время, когда снижали цены. Но очень важно, что эти деньги, которые здесь функционировали, то есть безнами, это были принципиально трудные деньги. В чем здесь их была особенность? А у них была принципиально отнята возможность их накопления. Мы же понимаем, я об этом постоянно говорю, что одной из проблем современного денежного отношения это то, что они выступают в двух качествах. Первое, как в качестве денежного, как средства обмена. И второе, как это средство накопления, ну, просто сокровища на будущее, на жизнь. Ясно, что эти две вещи противоположны. Оказывается, следующая проблема. У вас в тебя наступает кризис, все пытаются избавиться от денег, и деньги являются большим количеством и тогда, когда они нужны. А в тот же момент, когда деньги очень нужны экономике, все считают, что они представляют себе некую ценность, и начинают их копить на своих счетах, матрасах, банках, но, в первую очередь, в стеклянных, конечно, профильтровых, и во всех остальных вещах, их начинает экономике не хватать. Вот здесь так оказалось совершенно стихийно, что при советской власти оказалась вот эта важная функция. То есть, функции разделены были? Функции разделены, да. Накопление и обмен. Эти деньги ты мог испытывать, тоже здесь накапливать, но это были другие наличные деньги, с ними тоже как-то люди работали. Но они были накопления, что-либо еще. Очень многие люди не понимают очень важные свойства сталинской экономики. Это сталинская экономика, это экономика, во многом, то, что основана на частной инициативе. В первую очередь, на артелях. Например, 2 миллиона человек в позднем станции в 1953 году работало в этих самых артериях, и в них проводило 6% ВРП. Вот они работали с настоящими деньгами, они обслуживали вот этот самый кусочек, маленький сегмент этого рынка. Это тоже было удивительно. Это одно из первых, что сделал Хрущев, и их полностью ликвидировал. У нас был в городе завод радиотехника, который сначала начал выпускать мебель, выпускать мебель, а потом начал радиопроемники выпускать. Он был артелью. Вот артелью люди собрались, и как бы частные предприниматели его основали. И он оплотал на этом потребительском рынке. А все остальные вот это, по фиксированным ценам, были обязаны им отпускать то-то, то-то, то-то и то-то. Ну и отпускали. Это все очень хорошо. Тогда что у нас, смотрите, как у нас получалось. Если бы мы начали наращивать денежную, вот представьте себе обычную традиционную экономику, да, обычную традиционную экономику, когда у тебя деньги единые, тогда ты пытаешься закачивать в эти деньги, деньги в экономику, у тебя товар остался только же, у тебя в результате растут цены. Правда? Ты закачиваешь деньги, а цены растут. Вот. Ничего у тебя здесь не происходит. Ничего, ничего позитивного. Пока все оно вырастет. А здесь ты мог наращивать вот этот денежный вал, очень сильно, вот в этом нашем втором контуре резать, обеспечивать предложение денег здесь будешь. Но только по поры, пока они не будут сюда тебя просачиваться, на этот уровень. Потому что если они начнутся просачиваться эти деньги каким-то образом на этот уровень, то у тебя здесь будет избыточное предложение денег здесь, и недостаток денег здесь. И недостаток денег ты можешь везде подействовать еще одним предложением, да, денег. Тогда у тебя они будут просачиваться вот сюда. Вот они вот сюда будут. У тебя в любом случае фонды материального стимулирования, потребления, все остальные материальные фонды должны быть разделены. Только тогда эта экономика работает. И к этой системе, судя по всему, экономисты сталинские пришли совершенно образом стихийно. Как они это сделали, это непонятно. Но вот они пришли вот к такой схеме и сделали. А если прибыли нет, то как производство расширялось? За счет кредитов. То есть расширенное воспроизводство промышленности засуществляло за счет кредитов? Да, да, да. Их списывали в каком-то году, не помню. После двух переструек взяли и списали все задолженные предприятия. После взяли списали предприятия. То есть предприятия работали в уголках, фактически. Да, но я хочу обратить, что для современной экономики это типично. Один из ответов Запада на такую схему был в том, что на стрельней шлемент, подавляющее большинство предприятий Запада, в первую очередь Японии, они все убыточны. Они работают на 80-90% в отзыве ориентальности. То есть они продают свой товар с 0,80-90%. Ну, например, General Motors. Чтобы их продержать на праву, американское производство будет 300 миллиардов долларов. Все крупнейшие компании Японии, такие как Sony, автомобильные компании, Honda, Mitsubishi. Они все планово убыточны. Это вот такая современная... С точки зрения рыночной экономики, это же как-то странно. Да, с точки зрения рыночной экономики, General Motors должны были и красили, а американцы похоронить. Они не похоронили. Но тем не менее, вот это современные слова о рыночной экономике, вот они здесь такие. Смотрите, здесь принципиально не рыночная экономика, но вот она так функционирует. Представьте себе, люди, надо дать стране элегированную стали до никеля. Ну, это первый завод, там, в 1936 году, по-моему, по никелям поставили. Едут люди в Норинск. Мороз. Минус 50-60 градусов. Им надо миллион человек накормить, ну, в основном, зэков. Одеть, где-то поселить и каким-то образом наладить это производство. Ясно, что ты будешь это работать, не можешь работать в парках чисто натурального характера. У тебя там будут принять собственные деньги в качестве разнаряда, кличевого или еще. Но сама себя функция, она будет неприбыльной. У тебя, когда отопливают жилье тебе, в котором ты живешь этот барак, целью отопить не является получение прибыли. А получается, что человек жил там, в этом бараке. И стелена, кормить людей в теплицах огурцами, она опять-таки состоит не в том, чтобы получить с огурцом прибыли, как мы прибыли, а в том, чтобы человек эти огурцы съел. Ему было чем питаться, и у него заболел сынголь, допустим, в этих условиях. Цель не частная нажива, а цель друг и иная, как это более разумная. Цель развития. Это к чему это приводит? Частный наличие, чтобы у тебя цены были одинаковые, ты должен отключить конкуренцию между различными субъектами. Например, что тебе трактор дешевый поставить, ты не строишь один тракторный завод. Почему? Потому что тогда он будет монополист на рынке, и его цена будет неодепатной, если он хочет привлекать прибыль. А ты его оценил через нормочас, его расписал всевозможным образом, расписал его через нормочас, и строишь всего лишь один завод, а не пять. И ты не перенапрягаешь экономику. И отсюда вот эти высочайшие образы, именно на том, что у тебя нальная и безнальная часть экономики, то есть у тебя в экономике существует несколько типов денег. Первое, не говоря по поводу о трудоднях, о которых я постоянно рассуждал, еще существует и два таких вот такого типа. И это все хорошо. Теперь спрашивается, если подобного рода вещь обеспечила такие высокие экономические тексты роста, потому что российская война была подавляющей. Говорят, что 20% мирового промышленного производства уже обеспечил Советский Союз. То есть вы такие невидимые успехи. Как так получилось, что эта система оказалась демонтирована? Почему? Здесь нам надо обсудить такой вопрос, значит, это ориентировочно 1963-1965 год, в конец Хрущевской эпохи, начало Брежневской эпохи. И Неверман Евсей Григорьевич, был такой харьковский экономист, достаточно интересный, в газете «Правда» публикует статью. И он говорит, что нам надо переходить на принципиальные иные методы развития экономики. То есть хрячь идет о неких реформах. Одно из них, он состоял в том, что мы должны стимулировать из этих денег часть должна достаться производителю. Ну, разумно, да, в средней экономике? Ты производишь больше, больше, больше горшков. То есть кто лучше работает, тот должен больше получать. Да, да. Ну, это облазно говоря, чтобы часть вот этих бы была. Вот это, значит, у нас эта мировая экономическая мысль называется реформа Либермана. У нас называется реформа Косыкина. Ну, почему-то не знаю. Наверное, для российского уха это не очень хорошо звучит, что реформа Либермана. Он, кстати, достаточно известный человек. Он был женат на сестре Горовица, известного премьериста. Короче, переход на рыночные рельсы. Немножко. Чтобы у тебя была стимуляция. Это, казалось бы, так здорово. И разумно. И были сделаны Косылинские реформы, куда часть этой либермански предложения вошла. Ну, там было много других вещей, например, в наркомах учетки решили ликвидировать и пристили обратно к этим вещам. Но к Либерману, Алексею Григорьевичу, его теория по поводу того, что часть вот этого, материального вот этого производства должно людям труда. Что же произошло на самом деле? Хотя после реформы Либермана произошла некая, значит, пятилетка, которую люди потом называли золотой. Там рекорд был 77% в год в ВВП. Это практически путинский, практически путинский рекорд, в 2006-2007 год. То есть высочайшие темы просто. Вот. Это вот такая вещь возникла. А что у тебя произвело? Вот у тебя здесь громадный навес денег вращается. Они идут вот сюда, на потребительский рынок. Что происходит в результате? Часть вот этих денег сюда просачивается. Что у нас в результате происходит? А тем, что у нас... Просто стимулируется. Да, способ стимулироваться, он небольшой сам по себе. Производство повышенных товаров невелико. Первый способ какой, что к чему это может привести? Ну, в рыночной экономике это вызвало бы рост цен. Но у нас экономика все-таки директивная. Цены-то у нас фиксированы. Это привело к росту дефицита. Раз. Во-вторых, произошла следующая. Следующая вещь. Отдельные субъекты российских граждан начали от этого получать определенную роду прибыль. Ну, почему? Ну, потому что, если ты, например, работаешь в каком-то богатом совхозе, да, председатель которого научился вычесть вот этих твоих денег, вот этих неживных, перекачивать на твой потребительский уровень, то ты в этом колхозе, у тебя будет, в районе одного построенного совхоза, будет просто называется коммунизм. Вот то, что как описывают эти совхозы, скажем, немецкие особенно. В Казахстане это примерно так и было. Люди после этого оставляли время независимости Казахстана на своих счетах, у них было у многих колхозников по миллиону российских рублей. Представляете, что такое миллион российских рублей. Они доплачивали, каждому этому предоставлялось колхознику или совхознику, лучше сказать, предоставлялось по 500 метровый дом в личную собственность. Это были доплаты по 200 рублей студентам, чтобы они вернулись потом туда-обратно каждый раз. Это на случай свадьбы подъемные около 5000 рублей, чего там только не было. Я в не такой яркой форме застал где-то в 90-х годах, в начале, в году 90-м или 89-м, в Бурчаке, в совхозе на Украине. Нечто подобное. Они тоже по сравнению с нами бедными студентами, что-либо еще, они поражали своим уровнем жизни. Но надо понимать, на чем он был основан. Он был основан не на том, что, ах, они очень хорошо работают. Основано на том, что у них работал такой фонтанчик, который из одного контура и контура одних денег умел перекрачивать их в свое личное материальное потребление, что в Сталинске годы было невозможно. Точнее, оно было возможно, но в одном и единственном случае. Когда у нас были доплаты за научно-технические разработки. Если какой-то преподаватель или ученый создавал какое-то интересное новшество, это внедрялось в производство, потом ему очень много доплачивали. Мы все помним эти сталинские фильмы, самые вещи, когда люди, работающие там, профессор какой-то, это было понятие богатого профессора. Почему он был богатый такой? А вот за счет вот этого. Первое, что делал Хурщев, когда пришел к власти, он эти добавки отменил. И тогда, я считаю, что это был единственный механизм, когда эти деньги могли просачиваться в эти, в потребительский спрос. А у нас, значит, после Касыгинских-Люхов, после так называемой золотой пятилетки, которая в 70-м году завершилась, началось стремительное торможение. И вместе с этим началась инфляция. Инфляция, не инфляция, вот это, дефицит. Именно тогда она активно началась. Почему? Да потому что страна перестала контролировать собственные деньги. Перестала, вот она перестала контролировать собственную экономику. Это вызвало дефицит. То есть, с одной стороны, там, где, где еще легче можно было вот этот фонтанчик обработать, куда мы так неслить деньги, это были так называемые, вот этот фонтанчик фонтанирует сюда, хотя лучше так, наоборот, вот сюда, так идет, 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 из большой экономики в маленькую. Это национальные окраины. Почему? Да у них там контроль был затруднен. Помните замечательный анекдот Гоги-Гоги, а с чемоданом самолет нельзя. Это не чемодан, это мой кошелек. Но это на самом деле вот это было. Это было, как говорят, за счет дотации, и за счет дотации тоже, а за счет того, что люди начали находить способы, как вот эти большие деньги, которые превращать в потребительские деньги. Безнальные деньги потребляют инальные потребительские деньги. Вот в чем их фокус был. Но мы понимаем таким образом, что по сути реформы Риблиомана, реформы Коседина значит, стали начало конца. То есть они именно стали начало катастрофы. Все началось благими намерениями, выложена дорога в рай. Но на самом деле дорога выложена в рай, а куда же еще может вата, прошу прощения? Вата. Они думали, что в рай, а на самом деле ват. А почему? Потому что у нас двухконтурная система стала разрушаться. И в результате эти деньги перестали быть деньгами, денег стало не хватать. И эти деньги не могли быть деньгами. Почему? Ценка фиксирована, их очень много. То есть в одном месте у тебя этих промышленных предприятий денег не хватает за счет того, что они постоянно приходят в тругу, а здесь возникает избыль, не хватает товаров потребительских. Вот такая вот забавная вещь. И второй этап для счетов косыгинских реформ это Горбачевские реформы. Что сделал Горбачев? Да он вот эту за счет кооперативов эту самую ситуацию разрушил еще лучше. Что получилось? Что вот эти деньги, которые висели на счетах у предприятий, за счет кооперативов, вот там с чем делал, это маленький кооперативчик такой с трубой. Вот у тебя завод был. И он, в первую очередь, оборотные деньги, он их выдавил, но если бы он выдавил, то остались как оборотные средства. Кооперативы были созданы для того, чтобы директоратом завода, а для того, чтобы просто забрать у завода его оборотные средства. Так и происходило. И материальные активы потом. Вот. Они его не только вот таким образом забрали, но еще в чем проблема. Они его бросили дальше на потребительский рынок, на потребительский рынок, производственные мощности которые были очень невелики. И в результате дефицит, скрытая инфляция, явная инфляция, вся вот эта катастрофа была. И эта двухконтурная система, которой старинские экономисты могли бы гордиться, она по большому счету разводилась. К чему это привело после того, как люди решили уравнять вот эти потребительские деньги с обезнанными деньгами одинаково? Что у нас возникло? Мы все эту ситуацию помним по началу 90-х годов. С одной стороны, высочайшая инфляция в потребительской сфере, цены все время растут с большими темпами. Потому что денег-то много. А здесь у нас произошло отмирание экономики и промышленности полностью. Потому что кровь, которая общалась по их системам, она исчезла. У нас вступила эпоха Бахтера. Мы не могли... Но деньгам там неоткуда взяться уже. Потому что потребительские деньги до туда не могут... Да, они до туда не доходили. Они до туда не доходили. Эта экономика вот эта, она обращалась как бы в самом себе вот так сильно. Нельзя сказать, что она ничего не производила. Она производила дофига, например, она производила эту энергию для всей страны. Но эта экономика, она не жила. Вот эта самая большая большая экономика, она как бы... Она оказалась в ситуации замкнутого Бахтера. Вот здесь. Она оказалась совершенно без денег. Откуда постоянно выкачивают потребительские... потребительские... Эта сфера... Да, да, да. И она от него... А сфера... Как только ты добавляешь туда деньги, у тебя потребительская экономика эти деньги отсюда выкачивают. Здесь у тебя растут цены. Многократно, многократно. Товаров не хватает. Да, товаров не хватает. А здесь у тебя этих денег нет. Совсем. Ты нужно общаться бартером. Цикл не замкнут. Да, ты выпытаешься общаться бартером. Часть предприятий нашли за того выход. Они нашли себе деньги. Это предприятия, предприятия на бартерах. Они просто перешли на доллар. Ну, это те, которые поставляли калийные удобрения, металл, алюминий производили. Но тоже они начали испытывали большие проблемы. Нефтяные, газовые. Они тоже начали испытывали большие проблемы. Помните птиамин-толинг начала 90-х годов. Это когда у алюминиевого завода не было оборотных средств чтобы закупить сырье. Тогда приходил кто-то из братьев черных, то есть Михаил и Лев. За свои средства покупал им глинозем, привозили на Красноярск какой-нибудь алюминиевый завод. Там они заняли алюминий. Часть этого алюминия расплачивались с господином Черных. Ну, вот там, пока там не произошли известные проблемы. У них не было своих денег. Сейчас у Дерибаски, по крайней мере, хотя бы лодные средства есть. Дерибаски у него есть. И так далее. Поэтому часть экономики... А куда кредит-то делся? А? Кредит куда делся? Какой? Предприятие кредит и ГРБ. Да, значит, нет, кредит был тогда зажат, по большому счету. Единственная проблема, когда его реально выпустили, этот кредит, это реформа 98-го года Мусликова и Примакова. Примакова-Мусликова. Вы понимаете, что нынешним путинским ростом во многом обеспечены деятельности правительства Мусликова-Мусликова-Мусликова. Они тогда резко увеличили количество кредитования экономики, в котором еще жила какая-то завода. Ну, увеличили государственный счет закупку вагонов, чего-либо еще. Экономика задышала. Тогда цвиктор экономический рост после овала 98-го года начал поступать. За счет госзаказов. За счет госзаказов, да. Они сюда закачали деньги. Но эти деньги все равно потом туда уходили. Вот в чем проблема. В Ставинские годы она здесь бы так развивалась, а здесь они все равно выходили. Поэтому Кудрин прав любые во многом что большинство кредитов, выданные промышленности на самом деле окажутся на потребительском рынке. Ну и более того и за границей, да? И за границей, да. И за границей. Ну, как экономика и так далее. Вот такая она своеобразная вещь возникла. Но я хочу просто в очередной раз восхититься гением странинских экономистов, которые... А что мешало? Зачем ребята реформы вдруг в этой Касыгинской предприятии? Что им не нравилось? В чем они видели? Очень... В последние годы Хрущевского времени упали очень сильно... Начали падать темпы экономического роста. Их решили подчеркнуть. Считали, что надо промотивировать людей труда. От всего этих вещей. Ну, промотивировали вот так неудачно. Оказалось, что нельзя вот эти основные фонды, то есть вот эти безнаменные деньги переводить в потребительство. Ни в коем случае. Они это сделали. Они эту ошибку сделали. И после этого была эйфория. 70-х роста ВВП в Золотую Петерятку. А потом все начало, начало. И помните уже Горбачев говорил, ну, нам бы хотя бы три. И как они опять хотели получить предприятие? Тем, что пытались мотивировать людей труда. Настроили этих кооперативов. Кооперативы выдавили предприятия. Предприятия остались потребными без денег. Есть высказывание Тетчер, что на самом деле темпы роста СССР были так велики, что они уже боялись на самом деле и ожидали крахового своей системы. Конечно. Конечно. Но это к чему относятся? Это относится к тому, как раньше экономика наша работала, когда были две сферы разделены или потом, когда уже как наша экономика. Это вот эта штука тренда Торвецкая торможа началась с 70-го года где-то у нас. У нас 70-го года. То есть дело не в том, как советская система была устроена, а просто когда ее наоборот начали разваливать, переводить на рыночные рельсы. Да. То есть сами управленцы виноваты в этом шуме виноваты. То есть это катастрофа происшествия Хрущева к власти, в первую очередь. Это Хрущев много всего сделал. Да. Это катастрофа прихода. Он полностью устранил вот эти артели до минимума до каких-то соток несчастных. Уменьшил приуссадинное хозяйство колхозников, отменил доплаты фантастические доплаты Беревской 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 доплаты ученым техническим рабочим. Ученым. Ученым, да. Всякие вот такие вещи. Он много чего сделал. Остановил программу развития России. А после Сталина, я хочу сказать, что за все годы был всей России поставлен один нефтоперабатывающий завод. больших не строили. Их строили на окраинах. У нас упали с тем вводы жилья тоже резко в России смысле. Выросли только в одном городе Москве и опять на национальных окраинах. Не, да еще вспомните безумные всякие города там. Да, кукуруза, салмургод. По кукурузу народ зацепился, но вот это вот такая вещь. Но больше всего дел на творение вот Либерман с Касыгин под конец. Они вот эту стихийно сложившуюся ситуацию она просто понимает. Понимали, что они делают или нет? Кто? Либерман с Касыгином? Думаю, что нет. Ну, казалось бы, такая просто давайте промотивируем людей труда. Но если у тебя есть два типа денег в экономике, если экономика основана на тем, что у тебя для промышленности есть собственные деньги. Вот я думаю, надо посмотреть, как в Китае происходит, и во Вьетнаме, где у них бешеный темп, пожалуйста. У них может быть так же. Может быть, их экономика очень похожа на для того, чтобы заплатить хорошим работникам, они делали не один, например, если строили дом, и какой-то там бригадир или какие-то рабочие хорошо работали, они не могли заплатить этим рабочим больше, чем им можно было по разнорядке, по штатному расписанию заплатить. И поэтому для того, чтобы заплатить больше, строили второй дом, и за счет приписок, за счет того, что вроде выписывалось времени больше до этих рабочих хорошо работали, им платили больше. И вот эти все дома, с которых литера А, литера Б, и так далее, вот эти понятия литера отсюда и появились. Ну, я не знаю, ну, как бы два. 19 литер такой-то, это все, все эти литеры, да, они на самом деле дома, которые вне плаваются. Ну, важно понимать, что некоторые люди... И поэтому, возможно, отсюда и появилась система вот промотивировать людей, да, заплатить людям... Это уже наоборот, уже наоборот, уже обратная ситуация. Вот тебе, когда Мишкин отец рассказал, он тебя описывал в 70-е годы. То есть как раз после реформы Либермана. Когда люди начали пытаться, и представители отдельных таких вот совхозов, ну, кто там, рыбу, например, народ ловил, или что-либо еще, или зерно где-то там мы сделали. Это же смешно сказать в Казахстане, у них сейчас, если 11 центнеров зерна с гектара где-то бывает, то это у них праздник какой-то, обычно 4-6. В советские годы так было после всего этого. А во Франции два года назад был неурожай, 63 центнеров с гектара. Выставляете разницу, Но за счет чего? За счет того, что они вот эти выделяемые средства вот сюда, вот в эту большую экономику, они научились конвертировать, конвертировать потребительский спрос. А купить было не на что. И поэтому люди, когда они после этого на своей книжке в 91-м году по миллион рублей скапливали. Вот у нашей председателя ТСЖ у родителей было 500 тысяч накоплено. Это космические деньги. Кустаная. Это отдельный. У них был вот такой статус. У нас был очень богатый перерабатывающий совхоз и кахоз. Это вот такие вещи были. Но их надо твердо понимать, на чем было основано их благополучие. Не о том, что они какие-то хорошо работают, хотя это тоже. И урожай собирают какой-то невиданный. Да у них несчастный там урожай был в этом Казахстане всю жизнь. У них перепылевые бури после того, как они целину распахали. Несчастный был урожай. Вообще. А у них весь прелесть состояла в том, что эти отдельные хозяйственные субъекты научились выдаивать вот эти большие деньги, которые крутились в качестве некого взаимозасчетного чека, крутились среди промышленных предприятий, перекидываясь на атмосферу потребительского кредитования. Вот и в чем их была прелесть. И поэтому и в нынешней ситуации так же никак нельзя. Как-то вот очень сложно сейчас взять и профинансировать скажем экономическое развитие. Да, может, это все здесь окажется. Все потребительскому инфляции и все. А как с потребительского опять перекинуть туда непонятно? Да. А, ну, перекидывается. Медленно. Георетические банки должны собирать деньги потребительские? Нет, нет. Они медленно перекидываются, когда ты больше начинаешь мебели потреблять, начать строиться. Но поскольку ситуация нестабильна, это вот медленное развитие, каким двигалась Латинская Америка вслед за Европой. Она двигалась, двигалась и чуть-чуть даже преувеличилась за, сколько я назвал, за 57 лет. 57 лет она отставанию чуть-чуть сократилась. Но такого порыва, который был, а у них просто не было возможности у сталинских экономистов. Было понятно, что... То есть, если сейчас опять вернуть такую систему, то опять значит сборный рост. Если опять разделить эти деньги... Да. Только надо, как это сделать, я не знаю, я не экономист. Я говорю, что я думаю, что в Китае так оно и сделано. У них же... Ведь за счет чего у них строится сумасшедшее количество дорог? Оно же не совсем не потому, как говорят, что у них большое количество доходов в экономике, поэтому и дорог много строится. Да ничего подобного. У них все наоборот. Сначала дороги, потом экономика. Так ведь? У них они производят сейчас стали больше, чем из остального мира выплавляют. За счет чего они это построили? Тоже за счет чего-то такого очень специфического. Как они эти деньги профинансировали? Как это профинансировали? Притом предприятия, я так понимаю, они не частные, они все государственные. Дороги государственные, все скоростные дорог, которые покрыла Китай прямо сейчас. Она тоже вот такая. Как вот это они сделали? И мы вот такое могли бы сделать. Но это невозможно, потому что сферы элиты, которые у нас формировались в стране, они на это вот никогда не пойдут. То есть у нас формировались элиты, которые прямо, которые являются прямыми наследниками Хрущева. Ну, которые личный карман, прежде всего. Да. Ну, сейчас уже просто варим вот это. Поэтому в нашей ситуации, если мы начнем так финансировать, то эти деньги кажутся ломами. А что вы имеете в виду про этого Кундрина? Я что-то не уловил. Можно повторить? Кундрина с точки зрения приписывается, почему он собирался деньги, доходы, стабилизационный фонд, резервный фонд их в кубышку складывали, а не потому, что не пускали их в экономику. Он совершенно правильно рассуждал, что по системам их экономики каким-то образом они у нас просто вызовут только инфляцию. Это действительно так. Помните в 2007-2008 году они все равно себе пойдут на потребительский спрос. Были невиданные цены на цемент в 2008 году перед кризисом. Мы нужны цементом очень дешевый и очень тяжелый. Заводить даже из Запада говорили о том, что ПОЖ надо снижать и так далее. А почему так произошло? Да, вот так произошло, потому что наша промышленность была не в состоянии переложить существовавший тогда спрос на цемент. плюс монополизация рынка. То есть повышение цены на сайте вообще можно объяснить вот этим, да? И нынешнее повышение цены например на жилье опять же тоже. Ну да, конечно, конечно. У нас сейчас тоже сформировалась такая же экономика. У нас обычную традиционную рыночную экономику строят. Сначала у тебя люди ходят в магазин, покупают жилье что-либо еще, а потом доходят до производства через цепочку. Вот такая. Но у нее много чего прекрасного. Это милая экономика, она у нас сейчас неплохой уровень жизни нам обеспечивает. Но таких высочайших темпов роста не бывает. У нас темпы обновления основного капитала очень низки. Мы все это видим. Что дорог строится очень мало, что вся инфраструктура она изнашивается потихоньку. Обновить ее никак не не получается. Сейчас мы перешли практически на нулевые темпы роста, экономический рост закончился. Вот такие смешные вещи. Но мне это с чисто теоретических позиций очень важно видеть следующее, что возможно экономика, я же говорю о полифонии денежных систем, взятых в одной стране постоянно, что такая штука совершенно стихийным случайным образом была построена в Советском Союзе, и она оказалась эффективной. И трудодни я вспоминаю его. Вот такие вещи. И очень даже интересно, что я вот этот пример с керлингами постоянно привожу. Но все же понимали во время гражданской войны, что керлинги никогда не будут пользоваться спросом никаким. Это не деньги вообще. Потому что приставы почти никогда не существовало, а потом цена уже исчезла, его больше никогда не будет. Но они пользуются в качестве средства обмена. А почему? Общественный договор так существовал. Они не могли быть средствами накопления, но они выступали в качестве средства обмена с керлингами. А здесь вот так сложно. Вот этот вихрь вращается. Это очень интересно. Как запустить вот такой денежный вихрь такой, чтобы эти деньги на протементский рынок потом не перекидывать. И наша замечательная противоречие между деньгами как средства обмена и средства накопления не развалило бы нам всю экономику. Тут еще интересно, как в Америке устроено. У них на самом деле вроде бы есть внутренний доллар и доллар внешний. И они как-то умудряются каждый раз сонировать те доллары, которые случайно из внешнего контура попадают вовнутрь. Но они правильно делают. Может быть они как раз об этом речь идет тоже. У них внутренние деньги вращаются в неком своем обороте. И цены, внутренние цены у них там, если посмотрят, сколько у них стоит тот же iPhone и прочее, он стоит дешево не потому, что у них нельзя рассматривать на наши деньги, на те доллары, которые мы имеем доступ. Только на внутреннем рынке они имеют такие цены. Может быть, я просто не разбираюсь. А на внешнем рынке как бы цены сразу лилиско поскакивают. Сильно думаю, что у них еще интереснее. Выбирай нефть, вот есть бренд нефть, а есть лайт-свит. Так вот, почему там разница таких огромная? Потому что разные деньги. Опять же, деньги внутренние и деньги внешние. Ну, надо смотреть, надо смотреть, еще как-то происходит. Я думаю, что у них игра еще интереснее стоит. Ведь помимо вот этих двух фонд-соединения как средств накопления и как средства обмена, есть еще третье свойство, которым обладал советский переводный рубль. Советский международный обмена. Ведь советский переводный рубль, помните, да? Который используется в странах варшавского долга и организации экономического сотрудничества СЭФ. Он был тоже еще такими-то деньгами. Я о нем очень мало чего знаю, но он был и похоже, что они как раз у себя в экономике каким-то образом их различают, то, что ты говоришь. Но это не будет как средство обмена на конец накопления, это будет как функция мировых денег, то есть внешних денег и денег внутренних. У нас же тоже было, у нас же практически валюту уже на свой рынок не допускали, всячески взимали ее из населения. А помни еще ЭКЮ было в Европе. Да. Причем как бы после этого ЭКЮ было в Евро введено. ЭКЮ было чисто беззнальной диеты. да, да. И очень успешно. Очень успешно. Да, и на этом проект собственно евро и строился. А когда его перевели в наличие деньги, еще-то как-то с евро станут какие-то проблемы. Да, очень похоже на то, что... Но это опять про то, что ты говоришь, то есть различие как средства международного расчета и просто денег. Это другая предположенность, быть может. А вот то, рассматривая средства как два типа денег. Одни деньги для экономики, втори деньги для потребления. Одни деньги для производства, другие деньги для потребления. Это совсем другая вещь. Может быть в принципе надо придумать такую систему экономики, где это бы различалось. Разные функции денег различались бы и они бы не скутывались бы и многие проблемы можно было избежать. Я даже полагаю, что если это было так, вполне возможно, что у нас рост десятки процентов каждый год был невозможен. Дело тоже, потребительские деньги легко контролировать, потому что они там циркулируют в общем-то постоянное, а в постоянном обмене не так много требуется, потому что они постоянно обменят. Если они в обмене. Да, если они в обмене. А если накопление нет, тогда уже все начинается с возложения. Нет, накопление можно сколько угодно напечатать. Ну, это ладно, но ты постараюсь в какой-нибудь кризис, все, что ты напечатал, он тебе обратно сюда придет. На потребительский ренок, как произошло в 91-м году. Все взяли, все поснимали и купили себе пирожок. Ты еще заметил тенденцию, та экономика была нацелена на развитие, потому что самая главная цель была развитие, а сейчас современная экономика нацелена на обогащение ее владельцев. Самое главное это получение прибыли. Не только во вторую очередь развитие. А то, может быть, и не нужно развитие? после реформы Петермана одной из претензий было, что инновационная деятельность предприятия схлопнулась. А почему? А потому что главным критерием стала прибыль предприятия. А им зачем тратить деньги на инновации? Конечно. Им же нужно прямо сейчас перевести фонды материального потребления, построить дом для своих рабочих, еще чего-то за счет этих денег, повысить зарплату, еще чего-то придумать. Вот им это и надо. И у них намного было проблем. То есть у тебя сначала была эйфория, потому что золотая пятилетка, а потом все это настолько начало быстро схлопаться, и уже через каких-то 10 лет это привело к этому, вообще к жесткой стагнации, вообще к посадке. можно я несколько слов скажу, чтобы... Я хочу, во-первых, сказать, что, наверное, то, что вы сказали про Инкель Сергеевич Хрущев, это, ну, и близко к нему не имеет отношения, значит, заслуга вот великих социалистов Ленина, Троцкого, Сталина, то, что они построили кровавый социалистический режим. Заслуга Никиты Сергеевича Хрущева, то, что он, Никита Сергеевича Хрущева и компании, и людей, окружающих его, что он вот этот кровавый Сталинский режим перевел в мирные русла и стал этот режим некровавым. То есть, если до Никиты Сергеевича Хрущева десятки миллионов населения уничтожалось, то Речь шла на миллионы и больше, то при Никите Сергеевича Хрущева вот этот социалистический кровавый режим он перестал существовать и он перешел это на более мирные русла. То, что касается значит неудачных значит это годов там в экономике при Никите Сергеевича Хрущева это значит с точностью до наоборот. Это как раз является рассвет нашего науше технического прогресса то есть это тому доказательство полета спутника советского космонавта Юрия Гагарина и так далее и вот именно да вот это каком год спутник был напал 58-м а 57-м что ли 61-м 61-м полет вот это очень было смысл что это как раз вот это научно-техническое вот это и как раз вот в ту пору вот в 60-х годах да вот это Кеннеди там не исключено что может быть и Тетчер но она тогда не была еще на Олимпе политической что говорили что да в тех же Соединенных Штатах стояла реально так сказать думали угроза что социалистический мир может их перегнать потому что у нас были те колоссальные темпы развития и вот это заслуга великого социалиста Никита Сергеевича Кручева что он перелел значит из кровавого в мирный режим а заслуга значит великих социалистов таких как это Горбачев Михаил Сергеевич и Ельцин Борис Николаевич что они так сказать избавили нас от коммунистического этого социалистического режима и так сказать вот мы мучились там сто лет вот эти три этапа социалистов великих они вот значит вот это сделали да я согласен именно в этой части Хрущев произвели нет я бы еще Дубермана добавил Хрущев Дуберман Горбачев Ельцин и уже изменений совсем это а насчет количество денег видов денег в Советском Союзе не надо приписывать это во времена значит там 60-х или 70-х годов энное количество денег разновидности денег талонная система она родилась значит с рождением советской власти и основой рождения этих значит многих многих видов денег является террор то есть насилие и когда вот это насилие почему значит режим вот так сказать постепенно он и рухнул когда вот это насилие оно ослабло вот во времена значит начиная с Никиты Сергеевича Хрущева дальше уже во времена Леонида Ильича Брежнева и оно постепенно ослабевало и вот уже когда это насилие пропало то вот стали происходить там вот такие вот первые экономики а во времена значит Михаила Сергеевича Горбачева конечно экономикой у нас это руководил очень красивый мужчина который нравился многим женщинам внешне он конечно был это намного привлекательней Алексей Николаевич Косыгин Николай Иванович Рыжков но я могу сказать на полном серьезе что конечно у него большая заслуга в развале Советского Союза как развала Советской экономики то есть те ошибки экономические которые были допущены при нем при его руководстве они значит повлекли значит такую поэтому то что вы конечно тут про деньги говорили это имеете ввиду что вся прибыль она поклонилась на том что использовался рабский трудопрешен прибыли не было понятие прибыли экономический рост такой бешеный но экономический рост без использования трудопрешен ясно что трудно на Хрущева запуск спутника и атомную инстанцию списать ну потому что мы ставили несколько лет назад до этого четыре года как в смысле списать нет просто понятие прибыли вообще экономические темпы которые на тот момент набрал Советский Союз по Хрущеву они были достаточно высокие там в среднем 6,6% они как бы заслугам предыдущей эпох а не Хрущева не понятно так вот утверждается просто такой тезис да как я понял Александр предлагает что все это за счет использования дармового так сказать трудозаключенных фактически дармового но слово заключенное я не говорил даже Егерь говорил что там на Ливске Никелев это миллион заключенных согнали и так далее там в общей сложности не получается что если используют свободный труд то такое невозможно нет почему дело то что вы сказали вот это это прежде всего основано на терроре на насилии нет слово террор экономики надо же применить и когда вот террор используется трудозаключение насилие когда вот оно пропало и оно пропало вот при Горбачеве почему Советский Союз рухнул потому что вот рухнули вот эти хозяйственные связи хозяйственные связи основывались на насилии а насилие это что плановая экономика насилия да плановая экономика если вы не выполнили план то вас просто напросто стрелял стрелял значит Сталин значит а уже при Хрущеве там это туда-сюда перетасовки а когда при Горбачеве вам уже за это ничего не становилось вы значит уже там и начинали там отгружать левую продукцию в кооператив там и так далее и все и вот эти рухнули эти хозяйственные связи и поэтому приписывают значит ну тут уже дальше надо такую объективную лекцию говорить что деньги вот эти разные деньги разные они родились с рождением советской власти то что вы сказали значит во времена там 50-60-х годов я зашаю это деньги не талоны да? ни те, ни те деньги не вяжутся талоны то же самое не важно как они называют фонды, талоны оборотные там эти рубли там эти какие там эти это это одно и то же то есть да и вот когда во времена значит ошибка то в чем заключалась основная одна из ошибок Николая Ивановича Рыжкова что когда вот он значит стал это безналичные деньги хлынули потоком в наличные открылось это что то вот в этом то и произошел коллапс экономики что но Игорь в этом не говорил да и в том то и плане что предлагалась вот одна из программ вот эта 400 дней 500 дней там которые озвучивала там команда Явлинского там ну или как что приписывалось там это не собственно Явлинский вдался этим разработчикам там большой коллектив что к тому времени к 90-м годам у нас создался у нас в Советском Союзе огромный денежный навес и надо было прежде всего при реформировании ликвидировать этот денежный навес в виде спроса в смысле в виде спроса нет денежный навес избыток денег то о чем говорил Игорь у некоторых по 500 тысяч значит образовывалась там отложенный спрос неотложный просто эти деньги приводили свои у тебя на том рынке мало то есть как палочки в тетрадочке труда дни значит и так значит на сберкнижках у многих получились деньги и это нереально это как палочки в тетрадочке это не было реальным день и эти можно было одной из реальных программ которые предусматривали там вот эти это вовлечение в оборот тех товаров которые не были раньше то есть не то есть допустим промышленные товары то есть да ну сначала допустим там садовых домиков там садовую землю под садовые участки там промышленные товары постепенно да а то что произошло значит во времена вот Михаила Сергеевича Горбачева и Николая Ивановича Рыжкова что они открыли свободный день свободные цены для кооперативов то есть если бы вот было объявлено то что предусмотрено было предыдущей программой свободные цены на постепенный расширяющийся круг товаров на те которые раньше не продавались это было бы денежный бы навес бы и ликвидировался бы таким образом и экономика была бы могла бы стабилизироваться они объявили свободные цены для кооперативов и таким образом значит уже насилия террора над красными директорами не было я так как раз хочу сказать следующее что если бы даже мы товары предложили скажем землю выкупать то ничего бы этого все равно бы не помогло почему понимаете в чем проблема у вас же навесов возник не здесь не насчет того что не помогло существовала вот эти группы реформирования я объясню извините я вот перебиваю почему потому что есть расчеты значит это сейчас можно все эти программы поднять и там есть обоснования то есть так голословно сейчас это говорить корректно я просто оставил я хочу сказать прямо другую точку зрения посмотрите что у нас что у нас возникло у вас как бы есть два сосуда пока они у вас не сообщающиеся они раздельны путем вашего любимого тела или чего-либо еще они работают здесь и кое-как работают здесь да а теперь представьте себе если у вас из этого сосуда будет что-то перетекать сюда вы эти деньги можете стерилизовать потребительские землю им предложить там завод автоваз второй построить то и но эффекты это не даст почему потому что они будут откачивать деньги отсюда вы и здесь вы нужны будете добавлять и вот это будет вот эта череда приходящая приводящая то что потребительские деньги вообще это потребление было очень низкое наружу на самом деле почти пробовал ничего купить не мог и поэтому стояла задача насущная все-таки насытить товары рынок после хрущевских реформ всевозможных этот рынок стоял очень плохо я же говорю даже стало меньше там экономики процента 23 и ясно что при таком дефиците который существовал здесь все деньги которые будут отправлены они здесь и сюда отправятся они разнесут это и произошло этот рынок растет потребительский настоящий а в этом рынке все нету мы одна из сейчас наиболее мало производящих стран в мире все нету нету экономики осталась эргстонарь ориентированная и все мы мебель не производим даже ничего не производим когда эти деньги до того дойдут никак я вот чисто на фоне предпринимателя тоже иногда думаю а стоит ли инвестировать во что-либо что-либо еще средство а не лучше бизнес есть из этого бизнеса деньги потратить грубо говоря на потребление вчера в фильме такой юмор такой был там показывали навоз типа там чистый голландский навоз даже теперь навоз так ладно это не шутки я сейчас такую же эту вещь делаю для своего москусинки покупаю в этом сено сено упакованное пакеты прессованное купить нельзя почему окончили все мы раскупили вместо этого продается немецкое по 270 по 280 рублей а то продавало 45 наступил дефицит теперь продается по 70 а производить не хотят как бы так потому что туда же надо вкладываться и что-то еще делать ну не знаю но то что это вот это вихрь так называемый террор или что-либо еще он спас страну сложную страну вот такая двойная система потому что после гражданской войны вообще же все лежало вообще ничего не было после войны страна а после второй мировой войны это вообще фантастика была мы одни из первых в мире карточные 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 да через несколько лет буквально вышли на довоенный уровень а в результате горбачевских реформ потеряли 75% производственных мощностей хотя нельзя отрицать конечно что не без террора не без террора это безусловно не без террора то есть некоторые директивные перегибы связанные с относительной экономикой тоже присутствовали да не без террора конечно чтобы вот эти две штуки чтобы они сами между собой вращались можно было только при помощи реально террора это уже позже это после того как Хрущев закрыл кооперативы ну то есть эти артерии целые заводы были артерии 6% ВВП производили Никита Сергеевич почему были многие закрыты такие вот организации потому что это реально промышленность реально сельское хозяйство росло и давало значит да и собственно говоря но после этого страна начала заводить пшеницу сейчас и на чем основывалось то да действительно что крупное механизированное или машинное и сельское хозяйство и промышленное хозяйство оно значит намного эффективней чем ручной труд на своем приусадебном участке если соответственно ты 4 часа отработал на своем значит там участке то ты не можешь 8 часов отработать продуктивно на общественной работе ну нарушение вот именно что стимуляции ой нарушение принципов как материальной заинтересованности и личной заинтересованности в результате своего труда они не давали этого развития и то что вот эти вот сейчас вы говорите вот эти два контура общественное так сказать сфера производства и сфера потребления они были разделены вот в чистом виде вот как вот здесь это да и поэтому значит это своим трудом борелось и все а все весь личный лишний добавочный избыточный продукт он изымался и прежде всего он изымался на вооружение и говорить о том что у нас значит там это сфера потребления было там 25% или больше честно честно говоря это даже вообще не приходится и поэтому что у нас вообще цифра говорится что даже а еще можно одну фразу и насчет темпов развития значит вот интересно с чего вы начали доклад что уровень по ВВП в российской империи на душу населения конечно откуда взяты эти цифры интересно это доклад не помню какого-то американского экономиста ну поэтому тут и на основании вот этих цифр делаются такие основополагающие выводы что наша страна была там отставала значительно а потом значит при сталинском режиме значительно перегнала это значит мягко выражается лукаво потому что всякие экономические показатели надо значит договориться то есть она первую мировую войну страна проиграла а вторую выиграла почему мы выиграли первую мировую войну если ну как большая часть Украины была отдана немцам нет Российская империя воевала на стороне Антанта Антанта выиграла благодаря большевикам значит выйти из войны а потом то в результате и после падения в смысле свержения немецкого императора ой Вильгельма мы же большевики ликвидировали тоже Брестский договор нет мы выиграли мы были на стороне выигрышей и так бы неправильно будет но войну проиграли будучи на стороне но мы не воспользовались на самом деле победой почему нет ну как ну тут нельзя сказать что мы ничего не получили но это политика вот именно большевистского руководства это понятно то что вступили в самоизоляцию и действительно получается не воспользовались плодами победы если называть победой Игорь поэтому говорит что это не победа ну как победа если мы не воспользовались и плодами подписан Брестский договор нет но мы воспользовались так же ведь платила контрибуцию это Германия не платила не платила не платила я просто сейчас вопрос не помню мы подписали еще в 17-м году в 18-м году в 18-м году мы его должны были платить конечно там большой пусть Брестский мир был в 18-м году ликвидирован и все неважно мы успели теперь успели успели может быть мы платили полгода но потом был ликвидирован и Украину себе обратно забрали это была такая ситуация но тем не менее ну а то что вторую мировую войну выиграли в одну калитку я ничего при Сталине это прикрывал в одну калитку ну в одну калитку взяли там ну одна страна практически ну там совсем фашистской Европой ну правда Америку помогал но с фашистской Европой практически в одиночку сражались и победили это тоже ничего нет такие выводы не совсем корректно делать ну нет я просто говорю русско-японскую В первую мировую проиграли В первую мировую после этого 20 лет сталинизма выиграли войну со всей фашистской Европы и Японию просто смахнули аж не заметили даже ну и стал ведущей дежавой во всем мире да двадцать процентов мирового производства и так далее да мы Российская империя в трейнадцатом первой мировой войне была ведущей страной мира понимаете а вы сказали что там вот эта страна наша была какая-то маленькая и так далее, недоразвитая. Нет, это не так. Это сталинская пропаганда. 8-80% населения неграмотно. А в других странах точно такая же была ситуация. Не во всех. В Австро-Венгрии, Германии, Франции, Англии, ничего подобного. Субтитры создавал DimaTorzok